Сотрудники полиции, народные дружинники патрулируют улицы городского округа. Они напоминают жителям о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Наша съемочная группа присоединилась к профилактическому рейду. Поход в магазин, аптеку, вынос мусора и прогулка с животными – уважительные причины, по которым можно выходить из дома. Сюда же относятся обращения за экстренной медицинской помощью. Люди, которые продолжают трудиться, обязаны иметь при себе справку с места работы. Обращаем внимание к категории таких, как пожилых граждан. Они же у нас, как считается, самые уязвимые, слой населения в данной сложившейся ситуации. Самая основная задача нашего рейда – это безопасность граждан. О том, что необходимо оставаться дома, напоминают и народные дружинники. В ежедневном и круглосуточном режиме они патрулируют улицы и призывают людей соблюдать меры безопасности. Стараемся, конечно, охватить те места, которые самые оживленные, чтобы как можно больше людей услышали эту информацию. В основном это транспортные узлы какие-то, остановки, пешеходные переходы, где много магазинов. К таким призывам люди относятся с пониманием. Жительница-люберец Елена Грива выходит из дома только при крайней необходимости. Сижу дома, готовлю еду. Иногда три раза выхожу в магазин, вернее, за неделю. Ну и рисую, конечно, это необходимые меры. Потому что здоровье людей – это важнее всего. Напомним, режим повышенной готовности введён в Подмосковье 13 марта. Соблюдение правил самоизоляции контролируют все оперативные службы Московской области. Луис Аеги Азарян, Сергей Гвоздев, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.